В год памяти и слава о героях войны рассказывают герои наших дней. Уроки мужества объединяют поколения. Накануне в столичной 40-й школе вспоминали подвиг уроженца Чувашии Антона Петрова. Он взял на себя управление инженерным обеспечением в 1943 году в районе Киева. Так были захвачены плацдармы на правом берегу Днепра. За мужество и героизм проявленные в боях полковнику Антону Петрову присвоено звание Героя Советского Союза. О военных буднях и подвигах генерал-майора инженерных войск кадетам рассказывает человек, который и сам бывал в горячих точках. Ветеран-танкист, полковник запасов Владимир Лабутов, участник боевых действий в Нагорном Карабахе. Так молодое поколение кадетов узнает о мужестве. Руки проходят не в привычной традиционной форме, не всегда в помещениях, а именно в музеях или в уголках воинской салавы. Лекторами выступают люди, скажем так, которые приходят, имеют четкую гражданскую позицию. В результате урок носит больше эмоциональную окраску. Я запомнила из этого урока, что надо чтить память всех героев Советского Союза, которые отдали жизнь. Некоторые отдали, многие отдали жизнь за то, чтобы защитить нашу Родину. 11 героев Советского Союза – уроженцы Чувашии. Имена восьмерых носят Чебоксарские улицы. Их подвиги иллюстрированы в журнале «Улицы героев». В рамках одноименного проекта, который стартовал в начале марта, младшеклассникам предлагают нарисовать подвиги своих прапрадедушек. Городскую выставку рисунков планируют открыть 1 июня.